Работа в территориальном местном самоуправлении как образ жизни. Даже в автобусе по пути на Тамань делегаты от Анапы смотрели где и сколько высадили цветов и деревьев. Дома что стоит подправить, а в гостях что перенять. Три анапских ТОСа победители краевого конкурса получают благодарственные письма от региональных властей. К ним прилагается в общей сложности 1 миллион рублей, который пойдет на благоустройство в социальные проекты. Занявший третье место ТОС номер 6 получит 200 тысяч рублей. Его руководитель Людмила Шмакова уже точно подсчитала, что денег хватит, чтобы высадить 90 деревьев на Крымской, Астраханской, Новороссийской и Терской улицах. В ТОС номер 150 планируют потратить полмиллиона за первое место на благоустройство и строительство спортивной площадки во дворе дома по адресу Ивана Голубца 103. Почти аналогичные планы в собственные херги ожидают 300 тысяч рублей. Мы будем строить комплекс в селе Варваровке, обустраивать его. Мы в прошлом году выиграли конкурс, благоустраивали спортивную площадку. В этом году мы ее будем расширять. Сергей Муханин отметил, что ТОСы помогают бороться с незаконным строительством стихийной торговли, детально зная реальную обстановку на местах. Наш город лучше Анапа. Мы должны сделать такую изюминку, которая будет самой лучшей, самой красивой, чтобы к нам ехали люди. Наш город принимает столько гостей. У нас до 5 миллионов людей приезжает в один сезон. Поэтому мы с каждым годом стараемся сделать краше, лучше. И огромное спасибо Сергею Павловичу Сергееву за то, что он обращает внимание на нас и за то, что он помогает нам в этом. Представители краевых властей говорят, что взаимодействие с органами ТОС сегодня один из существенных критериев оценки деятельности муниципальных властей. На итоговом совещании, как один из примеров, привели форум под девизом «Мы вместе, мы рядом, мы сила», который прошел в Анапе по инициативе городской администрации. На мероприятии собрались около 500 человек из 30 муниципальных образований Кубани, Ялты, Республики Крым. Участники фестиваля принимали участие в работе четырех секций тематических. Вот тот самый научный подход, который начинаем применять к организации вашей работы. На стенде Анапы брошюра с методическими указаниями по организации деятельности ТОС. В ней систематизирован опыт работы в данном направлении. Зампредседателя законодательного собрания Кубани, захватив попутно книгу с кулинарными рецептами, пообещал показать обе участникам совещания и показал. Молодцы, я начальник. Умею и работать, и любитель, и любитель. И если в Анапе люди ответственно взялись за это дело и понимают, что порядок, красота, удобство в городе зависят от нас самих, объединивших вокруг власти, вокруг квартальных, они взялись за эту работу и делают город красивым, привлекательным, комфортным, оценка только отличная такой работе. Краевые власти говорят, что рассчитывают на ТОСы в борьбе с самостроями, помощи в разъяснении тем, кто не платит взносы на капремонт, что делать это необходимо. В администрации Анапы отмечают, что по данным направлениям работа уже ведется.